Здравствуйте! С вами Марина Романюк. Я расскажу, как прошел четверг. Смотрите в выпуске. Министр культуры РФ Ольга Любимова осмотрела достопримечательности Рязани. Каковы итоги визита? Смотрите далее. Полвека позади. Музей истории ВДВ празднует юбилей. Арбузный бум. Что нужно узнать об акче покупателя? Вчера Рязань посетила министр культуры РФ Ольга Любимова вместе с временно исполняющим обязанности губернатора Павлом Малковым. Она осмотрела ключевые объекты архитектурного наследия Рязани. После чего обсудили развитие туристического потенциала областного центра. Об этом Павел Малков рассказал в своих соцсетях. В числе точек, которые Ольга Любимова посетила вместе с временно исполняющим обязанностью губернатора региона, был Краеведческий музей, завершение строительства которого город ожидает уже несколько лет. Ознакомились с ходом строительства. Чиновники осмотрели также Рязанский Кремль, обсудили необходимость реставрации ключевых зданий и сооружений архитектурного ансамбля. В настоящее время Министерством культуры РФ уже начаты реконструкции Богоявленской церкви, а также начинаются работы в Успенском соборе. По словам Павла Викторовича, до конца 2023 года Богоявленская церковь будет полностью приведена в порядок. Нужно бережно сохранять эти уникальные памятники архитектуры, написал временно исполняющий обязанности губернатора на своей странице ВКонтакте. Проинспектировали стройплощадку музейного центра Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Работы ускорены, сдача объекта запланирована на 2023 год. Современные выставочные пространства позволят разместить всю обширную коллекцию музея. Далее делегация осмотрела здание гимназии номер 2. Объект восстанавливается за счет федерального бюджета. Работы запущены, идут полным ходом, завершатся летом следующего года. Гимназия сможет открыть свои двери для учащихся. Благодаря поддержке Минкультуры начался ремонт исторического здания Театра юного зрителя. Реконструкция будет проводиться поэтапно на протяжении трех лет. Сцену и часть зрительного зала планируется открыть уже в конце этого года. Павел Малков поблагодарил Ольгу Борисовну за предложение по расширению гастролей театра на период работ. Обязательно воспользуемся этой возможностью, отметил временно исполняющий обязанности губернатора. Ольга Борисовна отметила богатство культурного наследия области и поделилась впечатлениями от Рязанского Кремля. Это настоящая архитектурная и историческая жемчужина. Будем вместе работать над тем, чтобы привести в достойный вид ключевые объекты культуры Рязанской области. Полувековой юбилей отмечает сегодня музей истории ВДВ. Расположившийся при десантном училище на улице Семинарской, этот музей хранит богатейшую коллекцию предметов, фактов истории и является одним из знаковых мест в городе, да, пожалуй, и в стране. На праздники побывала наша съемочная группа. Музей истории гвардейских воздушно-десантных войск на данный момент является первым, единственным и самым крупным музеем подобного рода в мире. Благодаря уникальности и общей доступности места любой может ознакомиться с историей, спецификой и современным состоянием воздушно-десантных войск. В основном в фонде музея находятся 15 тысяч экспонатов. Экспозиция насчитывает более 6,5 тысяч объектов. А запасники музея, открытого с 1972 года, хранят около 50 тысяч артефактов, имеющих прямое отношение к истории воздушного десанта. В сравнении с нашими историческими музеями, пока срок небольшой, но тот исторический период, который отражен в экспозициях музея, это намного больше, чем то, что сегодня на нашем экране. Эти красивые цифры 50. Ну а как измерить границы подвига? Каждая такая история, это история жизни людей, настоящих патриотов нашей Родины. Конечно, собрание уникально, это десятки тысяч предметов. Конечно, наш музей – это музей-собиратель. И эта работа незаметная, на первый взгляд, она продолжается постоянно. В этих залах страницы памяти о годах Великой Отечественной войны, об операциях в Афганистане, Чечне и Югославии. Здесь лица героев, настоящих воинов, которые без страха шли на выполнение сложнейших заданий и выполняли. Музей с возбужденными самыми войсками идет плечом к плечу. Но десантники, выполняя задачу, они назад уже не оборачиваются, а музей хранит все вот эти перипетии, эти события. Музей истории ВДВ расположен на территории славного Рязанского училища, известного далеко за пределами нашей Родины. Выпускники училища со времени его основания становятся известными военачальниками. Не все из них остаются в живых, но многие остаются в истории героями. В музее можно познакомиться с амуницией десантников в разные годы, с оружием, архивными документами и фотоснимками. А также, что, пожалуй, важнее всего, с историями людей, героев. И история продолжает пополняться прямо сейчас. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Сколько не твердят специалисты, что сезон бахчевых достигнет своего пика в августе, арбузы появляются на прилавках уже сейчас. Выбрать правильные задачи не такая уж и сложная, говорят специалисты. Первые арбузы на прилавках появились еще в мае. Импортные везли из Ирана. Чем дальше сезон, а продлится он до конца октября, тем больше будет продукции привычной. В разгар сезона появятся бахчевые из Казахстана, Азербайджана и Узбекистана. Под конец на прилавках можно будет встретить и отечественные – астраханские. Как раз в подтверждении этому у продавца должны быть соответствующие документы. Бумаги должны подтверждать качество и фитосанитарное состояние. Если у продавца вся необходимая документация имеется, то можно выбирать арбуз. Сейчас, в конце июля, это не опасно, говорят специалисты. Вкусную ягоду уже можно отведать. Во-первых, арбуз должен быть ровный, гладкий, без трещин, желательно желтым пятнышком. Это показывает то, что арбуз созревал в естественных условиях, и хвостик должен быть сухой. То есть, когда сырой хвостик, арбуз может быть недостаточно спелым, зрелым, вкусным. Сухой хвостик показывает, что арбуз созрел в естественных условиях, хвостик засох. Продавцы советуют по арбузу постучать. Звук должен быть и не глухой, и не звонкий, говорят они. Нужно выбрать золотую середину. И еще один важный момент. Ягода эта не дозревает. В каком виде купили, в таком и останется. Пенять потом можно только на себя. А вот вполне обоснованно, жаловаться на качество можно в контрольные надзорные органы. Бывают жалобы на то, что на торговых точках встречаются битые арбузы и скопление отходов. То есть, мы обращаем внимание на какой подстилке реализуются арбузы, как они хранятся в торговых павильонах и в клетках на улице, как оборудованы места для торговли. Обычно в сезон поступает одна-две жалобы. В этом пока спокойно. А уж когда приступить к покупке арбуза – дело сугубо личное. Можно подождать привычного конца августа или отправиться на торговые точки сейчас. Главное – помнить основные рекомендации и сделать правильный выбор. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Сотрудники сервиса говорят, что менять масло в своем авто нужно минимум раз в год. Только его еще и выбрать надо правильно, потому что контрафакта хватает. Вот и правоохранительные органы совсем недавно пресекли деятельность одного из цехов. На этом складе 34 тонны моторного масла. Все – контрафакт. Таких складов не меньше трех. Расположены они как в столице, так и в московской и рязанской областях. Производят его, естественно, нелегально в арендуемых помещениях. На месте производства хранятся и сырье, и тары. 12 тысяч пятилитровых пластиковых канистр. Сбывали моторные масла под брендами известных мировых производителей в ряде регионов страны. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции при взаимодействии с региональным управлением ФСБ России установили двоих подозреваемых – начальника производства и избытчика товара. Также были изъяты крышки, этикетки, голографические эмблемы фирм-производителей моторных масел, сырье, документы и черновые записи. Сейчас сотрудники правоохранительных органов говорят, что цех работал в промышленных масштабах. Об оригинальности продукции говорить не приходится. Представители правообладателя торговых марок провели экспресс-анализ готовой продукции. Он и показал, что изъятые масла оригинальными не являются. По предварительным оценкам, лицам, на имя которых зарегистрированы товарные знаки, причинен ущерб, превышающий 50 миллионов рублей. На основании собранных материалов следователям следственной части Следственного управления ОМВД России по Рязанской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации. Статья эта звучит как незаконное использование средств индивидуализации товаров. Часть 3 приписывает совершенных группой лиц по предварительному сговору. Максимальные санкции такой статьи до 4 лет лишения свободы плюс штраф. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Направлены они на установление всех обстоятельств противоправной деятельности. 28 июля православные верующие отмечают большой праздник – День Крещения Руси. Дата нынешнего церковного праздника является неприходящей. Это значит, что ежегодно 28 июля россияне вспоминают о важном событии, которое произошло еще в 988 году – о Крещении Руси. В течение последних 12 лет эта дата отмечается не только в церковном календаре, но и на государственном уровне. Великий киевский князь Владимир жил в X-XI веках. В 970 году Святослав поделил русскую землю между тремя сыновьями – Киев, Ярополку, Овруч, Олегу, Новгород, Владимиру. В первые годы княжения Владимир позиционировал себя как яростный язычник. Он возглавлял поход против брата Ярополка, христианина, и завладел киевским престолом, покорив окрестные страны одним миром непокорных мечом. Молодой князь попросил руки византийской царевны Анны взамен военной помощи императорам в виде войск варягов. По тем временам это было неслыханной дерзостью, ведь девушку царских кровей не могли выдать замуж за иноверца. Константинополь согласился с одним условием – если жених примет крещение и перейдет в христианскую веру. Владимир принял крещение, а вместе с ним обряд прошли некоторые его слуги, сыновья и часть боярского сословия. После чего послы доставили Анну вместе с митрополитом Михаилом Исвитой на венчание из Константинополя в Херсонес. Также ради совершения равного брака византийцы наделили Владимира императорским титулом. Великий князь весной 988 года отправился с супругой через Крым, Тамань, Азовские земли обратно в Киев. Перед процессией с молебными и песнопениями несли кресты, иконы и святые мощи. И вот в водах Днепра произошло историческое крещение киевлян. Накануне Владимир объявил, если кто не придет завтра на реку, богатый или бедный, нищий или раб, будет не враг. Во всех городах по велению князя начали свергать языческих идолов, возводить церкви и крестить людей. Где-то приходилось менять веру огнем и мечом. В Киеве возвели храм Софии, премудрости Божией и кафедральный собор Пресвятой Богородицы. Тогда же ввели церковную десятину. Средством христианской проповеди были и знаменитые пиры святого Владимира по воскресеньям и большим церковным праздникам после литургии. В следующие годы правления Владимир сдерживал на рубежах Руси врагов, возводил города и крепости. Им построена первая в русской истории засечная черта – линия оборонительных пунктов против кочевников. Эпоха святого Владимира была ключевым периодом для государственного становления Руси. Впервые день крещения Руси отметили в 1888. С тех пор ежегодно, 28 июля, ровно в полдень, совершают праздничный колокольный звон. В храмах проходят торжественные службы, православные молятся святому князю Владимиру. В городах устраивают народные гуляния и проходят праздничные мероприятия. На этом все новости к этому часу. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»